Солисты перенимают опыт Сибирского института развития креативных индустрий. Эта площадка одна из самых продвинутых. И, что немаловажно, опыт подобных обучений у Сибирского института креативных индустрий уже есть. В Норильском центре будут работать больше 20 пространств, в том числе каворкинг-зона, лекторий, кафе, место для выставок, переговорная, детская игровая зона и небольшой ботанический сад. Цель сегодняшней стажировки в том числе определиться, как будут работать эти локации. Поэтому программа обучения разработана красноярцами с учетом запроса от специалистов из Норильска. Мы познакомились с резидентами, походили просто по этажам, познакомились с шоурумом, вообще с продажами в шоуруме. То есть для меня было очень много полезной информации с точки зрения, как организовать процессы, денежный поток и вообще, как это дальше развивать. Неудивительно, что управлять другими пространствами учатся на примере квадрата. В этом году он вошел в атлас креативных кластеров. Исследование проводилось по всей стране и охватило более 300 объектов. Из них всего 85, в том числе и квадрат, получили статус креативного кластера, подтвердив тем самым свой статус на уровне страны. Кроме того, за полтора года работы Институт креативных индустрий уже накопил достаточно опыта, чтобы делиться им с начинающими командами. Наша главная задача — это развивать креативную индустрию, готовить кадры и команды для всего Красноярского края. Я прекрасно понимаю, что есть желание сделать из башни в Норильске схожее пространство. Для того, чтобы очень быстро, качественно его запустить, пускай большое количество ошибок, правильнее, конечно, знать. В этом смысле коллеги из Норильска предприняли правильные действия, достаточно такие эволюционные, которые помогут им достаточно быстро поставить этот пространство на ноги и сделать его успешным. Итогом обучения станут мини-защиты проектов, которые подтвердят профессионализм участников и которые можно будет применять в работе башни. Но на этом сотрудничество не закончится. В Институте креативных индустрий рассчитывают, что в будущем Норильская башня на севере края станет центром, где развитию креативного бизнеса будет уделяться особое внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...